Держава боксерская Казахстан засверкала на этом олимпийском турнире во всем своем блеске. Напомню, 4 казаха сегодня боксируют в финале. Это Мигзат Сатарханов. Обоим по 20 лет. Практически ровесники разница в несколько дней. Оба апрельские 80-го года. Уарес идет вперед в верной своей манере агрессивно атаковать, но напарывается на встречные удары Длиннорукова на полголовы выше Мигзата Сатарханова. Это весовая категория 57 килограммов. Полулегкий вес. Сатарханов в полуфинале прошел сильного марокканца Тамсомани. Обыграл, раздергал, клоуна сделал. Уарес победил нашего Камиля Джамалудинова, призера чемпионата мира. 4-1 преимущество казахского боксера. И если он сохранит вот такую же свежесть, как сейчас, и также будет легко кружить по рингу, закручивая постоянно соперника, уходя вправо-влево, вправо-влево. Да, он такой типичный игровик на ринге. И стремится Сатарханов занять центр ринга. Внешне Хуарес гораздо, видите, мощнее, такой крепыш, боровичок такой. А он такой высокий, легкий. Немножко напоминает Серика Ханакбаева, знаменитого казахского боксера 70-80-х годов. Призера Олимпиады в Москве. Три очка преимущества Сатарханова. Очень неплохое начало. Что скрывать? Болеем-то за него, естественно. Бигзат Сатарханов начал в самой легкой весовой категории. Вот он слева в 48 килограмм. Был чемпионом Казахстана еще три года назад. Выигрывал несколько международных турниров. Был призером юниорского первенства мира. В общем, у него приличный послужной список. Для его 20-ти летнего возраста, 7 лет занимается боксом. А вот и Хуарес, красавец. Брет, прет, прет, вперед. Сатарханов держит его на дистанции, работая в отходе. Очень хороший эпизод, характерный. То есть видно распределение ролей на ринге. Как только чуть-чуть останавливается Сатарханов, становится сложностью. Но прекрасно сейчас ударил снизу. Вы обратили внимание? Вот этот удар. Такая разнообразная серия. Сатарханова. Очень хорош. Ничего не скажешь. Очень хорош. Хуарес уже одной ногой в профессионалах. Прямо заявил, что все, хватит. Это любительские игры в кукле. Чемпионат мира выиграл в прошлом году. Уже достаточно. Так нет, меня уговорили поступать еще попробоваться на Олимпиаде. Прошел отбор Хуарес. В Штатах с этим делом очень строго. То есть кто бы ты ни был, обязан выигрывать отборочные соревнования. И вот он здесь. Четыре очка проигрывает. Проваливает его Сатарханов. Рисунок боя сохраняется. Видите? Рисунок боя сохраняется. Это на руку казахстанцу. Он увеличивает разрыв в счете. Свое преимущество. Данислав Кирсанов. Советский, простите, российский рефери. Судит этот бой. Здесь система назначения судней на бои. Претерпела некоторые изменения. Практически назначение происходит накануне боя. Для того, чтобы у тех, кто хочет, было меньше возможности персонально влиять на судей. Скажем так. Там договариваться. Все же друг друга знают. Введение электроники не освобождает от субъективизма судейства бокса. Да и не только бокса. 10-4. 6 очков преимущества. И опять прекрасно в отходе работает Бигзат Сатарханов. Уверенно двигаясь к своей золотой медали. И Рисунок сделает такой прогноз. На данный момент это будет справедливо. 8 очков. Куарес чемпион мира. И знает, что сделать со своим ровесником, который гораздо менее опытен, чем он. Куарес знает только одно. Вперед, вперед, вперед. Сметать, сметать все на своем пути. Но проваливается все время. Пустота. Видите, как легко боксирует Сатарханов. Похож на Олега Саитова нашего. Двукратно олимпийского чемпиона теперь. Дернул. Вытащил на себя соперника. Шаг в сторону с экстеп. Отратаковал. 9 очков сохраняется. Большое, чтобы не сказать, подавляющее преимущество Сатарханова. Теперь многое будет зависеть от того, насколько хорошо у него здоровье. Как будет дышать. Еще два раунда. Еще половина боя не прошла. Станет застаиваться. Гибельно. Куарес метет его. Размен ударами недопустим. Опять коротким прямым ударом останавливает американца Сатарханов. И старается уходить. Американцы, естественно, преследуют его. Опять входит на удобную для Сатарханова позицию. Тут просто расстреливает Куареса. Отлично. Великолепно боксирует 20-летний дебютант Олимпиады. Браво. Хорош, молодец. Видимо, очень четко выполняет тренерскую установку. Не вязаться в ближний бой. Работать в подходе. Дергать, проваливать. Оба раунда выиграны. Как видите, второй с подавляющим преимуществом. 11 очков. Рикардо Хуарес повис на тоненьком штурке, на ниточке. Уже висит просто. 4 очка разрыва увеличится. Все, бой будет аут-классом. Остановлен досрочно. Новое правило. Первый раз на Олимпиаде применимо. Вот характерный эпизод. Останавливает проваливающегося невысокого Хуареса прямыми ударами в голову. А Хуарес еще и остается рядом. И служит мишенью просто такой, разминочной. Подушкой настенной для Сатарханова. Тот вроде бы бьет не очень сильно, но конкретно, точно в разлес. Молодец, малыш, ничего не скажешь. Но еще только половина боя. Бокс такая штука. Часто все меняется. Особенно если Хуарес попадет один раз, спаси Господь. Может все поменяться тут же. 16-5. Не считаю по разу. Туда и туда. Наверняка Хуарес получил рокки, напомню. Рокки Хуарес получил от своего тренера. Он Тивероса. Тоже мексиканца у Казани. Идти, идти, давить, давить, давить. Постоянно, постоянно. Начинать атаки. Близи сокращать дистанции. Задержание Сатарханова. Правильно, он близи не должен боксировать. Ему не нравится. Это не его бой. Размен ударами не его ближний бой. Он, естественно, пытается лишить Хуареса в этом случае подвижности. Хорошо. Подходим бьет. Замечательно. Правый попадает. Еще раз встречает. Не считается, не скоро на удар. Хотя, по-моему, попал и тот, и другой. Остается минута 10 секунд до конца. Заканчивается середина третьего раунда. Середина третьего раунда, простите. Сатарханов сам начинает. Чувствуется немножко подустал, но и Хуарес ведь тоже не железный. Чемпион мира, чемпион Соединенных Штатов. Не идти в размен 8 очков. Уставать стал Сатарханов. Это то, о чем я говорил, что это может быть очень опасно для него. Будет застаиваться. Быстро растает преимущество. И это уходит, пропускает. Пропускает. Нужна паузочка. Второе замечание Кирсанов делается. Тарханову задержание. И руки уже не так хорошо летят у казахстанского боксера. Неужели физически его не хватит на четвертый раунд? Опять пропускает удар в голову. Но почему-то судьи не считают его. Хотя точно прямо Хуарес попал. Все чаще и чаще Хуарес на средней дистанции связывает вразмен ударами казахстанского боксера. Американцы четко выучены. Они с 6, там с 5. Этот начал в 5 лет боксировать. Они четко знают. Биться до самой последней секунды. Каким бы счет ни был, он будет биться, идти вперед и работать свою работу, какую приказали. Всего 5 очков за 15 секунд. Очень важно для Сатарханова сейчас не удать уменьшить этому разрыву. Хорошо встречает, попадает снизу. Отлично. Это очень важный момент, потому что возникает пауза. Закончиться раунду нужно. Дать минуту перерыва. Минуту перерыва. Хорошо работает Сатарханов навстречу. Хуарес тоже устал. 7 очков, преимущество опять подросло. Секунда, последний гон. Все. Я тут разговаривал с Пикзатовом Сатархановым, спросил его, о чем же ты мечтаешь, вот, после того, как выиграл полуфинал с гола, о том, чтобы казахская школа бокса стала лучше Кубинской. Видите, что третий раунд он проиграл. Похвально. Четыре финалиста сегодня у Казахстана. Это свидетельство того, что у жизни хуже Кубинской, потому что Кубинцев-то сегодня на ринге нет. То они все были вчера. Правда, все вчера хорошо прошли. Трое из них, к сожалению, прошли через наших. Малахбеков проиграл Кубинцу. Вот тот самый удар снизу навстречу Сатарханова, который мы ответили с вами. Малахбеков проиграл. Гайдарбеков проиграл. И Ибрагимов проиграл с собой. Адя Гайдарбеков, мне кажется, мог выиграть у Бутиероса. Ну, теперь вот что говорить. Семь очков, четвертый раунд. Сам начинает с дистанции крюком. Сатарханов то промахивается. И тут же, тут же разрыв сокращается. Ох, что сейчас на душе творится у парня. Выиграю? Выиграю или нет? Но еще очень много времени. Полторы с лишним минуты для бокса. Колоссальное время. Шесть очков. Работает по туловищу. Пытается вблизи бить Хуарес. Это неприятно. Но очков не приносит. Неприятно для Сатарханова. Опять Хуарес идет вперед. Приближается, приближается, приближается. Сатарханов придерживает его руки в ближнем бою. Старается уйти на дистанцию. Все от ног зависит и от дыхания теперь. Сохранит свежести. Как бы уже через... Через не могу. Хорошо пропал с дистанции опять. Хуарес все-таки ниже ростом. Опустил руки. Пропустил очень важный для Сатарханова удар. Хуарес опять 7 очков. Хуарес уже просто валится вперед. Только вперед. Что ему еще остается? Минута 10 секунд. 7 очков преимущества. Так можно и предупреждение получить. Хуарес, конечно, потерял сейчас свежесть и прелесть. Видно, что на зубах оба терпят через не могу последние 50 секунд. Олимпийский финал. Равные соперники. Что же вы хотите? Икзат кричит зал. Вторая половина зала негодует по поводу того, что Сатарханов держит постоянно вблизи Хуареса. Чуть-чуть, но придерживает. Может получить предупреждение. Будет 2 очка в ту сторону. 7 очков полминуты. Ну, уже не так легко вдоль канатов уходят в стороны Сатарханов. Уже все чаще и чаще встречаются в ближнем бою. Ну что, Кирсанов пожалел казахского боксера? Не дал предупреждения? 7 очков и 20 секунд. Еще чуть-чуть. Встречает правый, попадает в голову. Вы видели только что, коротким, не сильным, но точным ударом Сатарханов остановил Хуареса, очка не получил. 7 очков разрыва. Последние 10 секунд попадает Сатарханов. Счет, наконец, двинулся с места. 8 очков. Все. Все. 20-летний бигзат Сатарханов становится олимпийским чемпионом весовой категории 51 килограмм. Да. Ну бой. Очень хороший, интересный, потому что разные соперники. Совершенно разные по манере, по технической оснащенности. Разные по опыту. Хуарес чемпион мира. 19-то лет. В Юстине в прошлом году. Победил тогда у Узбека Тулкунбая Тургунова. А теперь... Хуарес недоволен. Считает, что он выиграл этот бой. Что он был активнее, что он больше действий проводил на ринге. Действий-то, может быть, больше и проводил. То есть с первым номером старался работать чаще. Шел постоянно вперед, но пропустил больше, безусловно. Сатарханов выиграл. Алло, товарищ, так и хочется сказать Хуаресу. Бросайте ваши фокусы, подойдите к реферам. Кирсанов, судья опытный, сохраняет невозмутимость. Зал негодует, потому что зал хочет драки. Зал видел здесь профессиональные бои и привык к тому, что на ринге работают мясорубки. А на самом деле Сатарханов очень хорошо обыграл своего соперника. И заслуженно победил. Пока у нас небольшая пауза.